В эфире служба новостей Саров, 24 студии, Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. Конструктивная критика или необоснованные замечания? Отчет главы города вызвал вопрос у депутатов. Военнослужащие и их четвероногие помощники. В Сарове прошел чемпионат Приволжского округа по многоборью кинологам. Вкусно и питательно. 27 июля отмечается День Гамбургера. На последнем заседании Думы глава города отчитался о деятельности с 2018 год. Ранее мы подробно об этом рассказывали. Традиционно после выступления Александра Тихонова свои замечания высказали депутаты. В частности, представитель фракции Родины Игорь Кузнецов заметил, что Думы и администрации в недостаточной степени следят за расходованием бюджетных средств. В результате чего, по словам депутата, городская казна несет существенные потери. Администрация вывела квартиру из специализированного фона, отдала ее в социальный нам, человеку, который стоит в списке на улучшение жилищных условий 201. Первого и 201 нуждающего перепутала администрация, сколько раз она так перепутала. Как мне стало известно, чиновникам направлялось обращение от жителей города о том, что асфальтный завод при работе по обустройству нового кладбища добывал песок и транспортировал его на строительство нового моста. А в образовавшиеся ямы сваливали строительный мусор и пеньки, которые должны были быть утилизированы согласно проекту. Если житель прав, то территория нового кладбища вследствие гниения дерева будет проседать, что будет нарушать конструктивную целостность захоронений. А это будет издевательством над жителями города. Но если Тихонов считает городской программой программы философии, а не правильной расстановке приоритетов развития, давайте выберем, какие приоритеты он считает правильными. Наверное, нестандартный ФОК. А результат это правильного приоритета, отсутствие ФОКа как такового. Еще губернатор Шансов однозначно сказал, что никаких денег сверхстандартного ФОКа не будет. Из городской казны на это проектирование уже потрачены миллионы и миллионы. Мы продолжаем широко разрекламированные так называемые ревновации. Комитеты, рабочие группы, интервью и бодрые доклады. И что? Да ничего. Или история с проектированием застройки нового микрорайона в районе улицы Силкина. Взбудоражили народ, что-то там напроектировали на карстах, потратили бюджетные миллионы. И что? Опять ничего. За главу города вступился глава администрации. Алексей Голубев подверг резкой критике деятельность самого депутата Кузнецова. Почему-то Игорь Юрьевич забыл сказать про суд, который он проиграл буквально недавно, по своим бесконечным хождением по судам и по письмам. И с какой макулатуры истратил. Значит, адресуя в администрации и занимая администрацию пустой работой. Я на следующем отчете обязательно подниму переписку с фракцией Родина, с депутатами, которые фактически деморализуют работу администрации и занимаются, вообще говоря, одурачиванием населения ради собственного пиара. Просто одурачивают. Поэтому хочется это дело показать, чтобы уже избиратели потом, о которых так часто говорит Игорь Юрьевич, поняли, за кого они голосуют и за кого не голосуют. Потому что все время говоришь, что администрация все такие сволочи, все такие орки, да, все против населения. А вот один Игорь Юрьевич такой замечательный стоит на трибуне смело и всем в глаз, в бровь, куда угодно там. Значит, я хочу, чтобы мы все понимали, о чем идет речь. И какая работа, соответственно, делается. Депутатам Единой России я благодарен за то, что принимаются непростые решения, откровенно непростые, которые... Вот все бюджеты были проголосованы фракцией Родины против. Тем не менее, те люди строят себе магазины, там занимаются еще многими другими делами. Все у них хорошо, а против бюджета голосуют. Это не защищает население. Это классная история, мне очень нравится. На картинку под телевизор, чтобы показали, как тут обличают администрацию чиновников. Замечательная история. Но я покажу вот фактуру всю, чтобы все поняли, сколько килограммов бумакулатуры истратили, сколько леса на это пошло, да, и как нарушена была экология при этом города Сарова и всех остальных прилегающих территорий. Чтобы все знали, а еще, если знать, сколько времени Игорь Ильич проводит за пределами своего рабочего места и как срывает программу закупок Российского федерального военного центра, это вообще будет классно, посмотри. Это уж извините, просто я наслушался этого бреда, честного бреда, уже многократного. Поэтому, конечно, я отвечу, Игорь Ильич, и вы ответите. Это замечательно, отвечу. И вы ответите, и вы ответите, да. Каждому свое, да воздастся каждому по делам его. Саров присоединился ко всероссийской акции «День открытых дверей управляющих организаций». На встречу с представителями городских управляющих компаний пришли председатели советов многоквартирных домов и обычные жители. Из шести коммунальных организаций только четыре решили вступить в диалог с горожанами, ответить на вопросы и выслушать жалобы жильцов. Подробности далее. Сейчас в городе работают шесть частных управляющих компаний, но не все оказались готовы к открытому диалогу с горожанами. На встрече с жителями города в рамках «Дня открытых дверей» представители коммунальных компаний рассказали о своих сотрудниках, техническом обеспечении организации подвели промежуточные итоги деятельности. Как отметила Людмила Шлипугина, департамент городского хозяйства на равных условиях взаимодействует с частными жилищно-коммунальными организациями. И тесно работает с ними по нескольким направлениям. Это подготовка города к зиме и к весенне-летней эксплуатации, где мы плотно работаем со всеми управляющими компанией. Второе направление – это обеспечение взаимодействия с точки зрения организации вывоза твердых коммунальных отходов в свете проводимой реформы вывоза твердых коммунальных отходов на территории города Сарова. И третье направление, по которому мы сталкиваемся – это рассмотрение обращений и жалоб наших граждан по линии муниципального жилищного контроля. И четвертое, тоже такое серьезное направление – это организация капитального ремонта многоквартирных домов. Самой крупной по-прежнему остается МУП «Центр ЖКХ». Эта организация курирует коммунальное состояние почти 600 домов общей площадью более миллиона квадратных метров. В основном это дома старой части города, введенные в эксплуатацию в 50-70-х годах прошлого века. И, конечно, к представителям этой компании было больше всего вопросов. В основном Саровчан интересовал финансовый аспект – как расходуются денежные средства, которые платят жители за коммунальные услуги. «Невозможно сделать анализ, на что же потрачены деньги. Берется большая группа работ, источница до копейки, указывается сумма. А на что конкретно? Никаких натуральных показателей, ни квадратных метров, ни объемов, ничего этого нет». Круг вопросов, которые задавали жители, был очень широк – от сроков капитального ремонта дома до напора воды в квартире и поверки электрощетчиков. С последней проблемой Саровчаны вынуждены обращаться в лабораторию Арзамаса, либо покупать новый прибор. «У меня обращение не только к компании ЖКХ, а ко всем управляющим нашего города. Будьте добры, соберитесь, решите, обсудите и создайте такую лабораторию. Все вместе вы сможете ее содержать». Но, как пояснила Людмила Шлепугина, создавать в Сарове лабораторию нерентабельно, так как большинство горожан пользуются современными счетчиками с межпроверочным сроком в 20-25 лет. «На сегодня мы видим единичные проблемы у того, у которых совсем старые счетчики. Мы не видим массовой проблемы. И на самом деле этот вопрос доработан и с электростевой компанией, и с другими управляющими компаниями. Ни у кого таких массовых проблем не возникает». Акция показала, что интерес к таким мероприятиям есть у обеих сторон. Управляющая компания становится таким образом ближе к горожанам, а жители получают возможность быть услышанными и получить ответы специалистов на самые актуальные вопросы. 31 июля наш город посетит Патриарх Кирилл. Он совершит чин великого освящения Возрожденного Успенского собора Свято-Успенского монастыря в Саровской пустыне. Начало Божественной литургии в 9 часов. Вход в Успенский собор свободный до момента его оптимальной заполненности людьми. На площади перед храмом будет установлен экран для трансляции богослужения. Оба входа в Свято-Успенский мужской монастырь будут оборудованы рамками металлоискателей. Будет проводиться досмотр вещей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Государственной Думе предложили добавить золотой медали весу. На днях в парламент внесли законопроект о назначении преференции для тех, кто окончил школу с одними пятерками. Как пояснил автор документа, первый зампред Думского комитета по энергетике Игорь Ананских. Медалисты должны получать за свои достижения 11 дополнительных баллов на ЕГЭ. По его словам, это даст школьникам дополнительный стимул усердно заниматься и стремиться к максимальным отметкам. Детский театр Моды Русь объявил набор ребят в возрасте от 9 лет на новый учебный год. Более подробно о поступлении можно узнать по телефону 7-78-47. Для справки, коллекции, созданные воспитанниками театра, представлены на международных фестивалях «Мы и мир вокруг нас» и «Шапу». Участвует в национальном конкурсе детских театров моды «Слава Зайцева». В 2013 году театр Моды Русь был признан лучшим детским театром моды в России. А с 2018 участвует в Суперлиге детских театров моды «Золотая игла». Саровчан приглашают на День физкультурника. Он пройдет в воскресенье 11 августа на стадионе ИКА. Одним из главных событий праздника станет традиционная эстафета «Веселые семейные старты» для команды с трех человек. Мамы, папы и ребенка в возрасте от 5 до 7 лет. Принять участие в соревнованиях приглашаются все желающие. Для этого необходимо прийти на ИКА за полчаса до соревнований и зарегистрироваться. Веселые семейные старты начнутся в 11 часов. Весь июль на базе Саровской дивизии проходил чемпионат Приволжского округа войск национальной гвардии по многоборью кинологов. Конкурс проходил в три этапа. На каждом из которых проверялись рабочие качества собак, а также умение четвероногих взаимодействовать со специалистом. В чемпионате приняли участие более 80 военнослужащих из территориальных управлений и подразделений специального назначения Приволжского округа. На одной из площадок кинологического городка принимали зачеты под действием патрульно-розыскных собак. Кинолог дает команду на задержание преступника. Ни выстрелы, ни замахи не должны испугать четверонаукового помощника. Он мертвыхваткой вцепляется в рукав. В роли злоумышленника – помощник судьи, иначе говоря, фигурант. Он помогает судье оценить способности животного, то, как собака реагирует на любые виды агрессии, ее способность вести борьбу с человеком и общую подготовку. Когда она нападает, она находится в возбужденном состоянии. И способность кинолога контролировать собаку в любом ее состоянии, то есть отзыв. Что в жизни всякое бывает, что человек в последний момент может бросить оружие, бросить нож и сказать «я сдаюсь». Только в кинофильмах собака сама принимает решение. Авторы наделяют Рексов и Мухтаров человеческим интеллектом. В реальной жизни, тем более служебно-боевой деятельности, собаки должны все делать по команде кинолога. На заключительном этапе чемпионата проверяется готовность специалистов с минно-разосными собаками по знанию общего и специального курса дрессировки. Общий курс дрессировки – это подразумевается выполнение собаками по командам специалистов приема общего послушания. Ну, то есть, например, сидеть, лежать, переход в свободное состояние, преодоление элементов полосы препятствий. В условиях чрезвычайной ситуации кинолог и его четвероногий помощник должны работать как единое целое. Собака должна слушаться специалиста и понимать его с полуслова, считывать информацию с жестов. Если нужно ползти, то собака ползет рядом. Помимо этого, у нас приемы специального курса, что касается непосредственно работы кинологов по поиску взрывчатых веществ, самодельных взрывчатых веществ. На поле, на дороге, в отдельно стоящих автомобилях, малогабаритных вещах, нежилых помещениях. Чемпионат по многоборию кинологов проводится в Приволжском округе в третий раз. В этом году он проводился на базе Саровской дивизии. Участниками стали более 80 специалистов территориальных управлений и специальных подразделений Приволжского округа. 27 июля в мире отмечают день рождения гамбургера. Изначально это был горячий бутерброд из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. Сегодня этот символ американской кухни пользуется популярностью во всем мире. О том, где в Сарове можно полакомиться гамбургерами, расскажем далее. Сочная котлета, свежие овощи, булочка с кунжутом, сыр и зелень. Все это гармонично сочетается в бургере. Блюда уже больше ста лет. В 1900 году на ярмарке в Нью-Хейвене с легкой руки повара Луи Лессинга оно стало символом гастрономии Нового Света. В честь дня гамбургера шеф-повар Дмитрий Балябин приготовил авторский бургер и немного рассказал об индустрии фастфуда. На самом деле никто не знает, откуда появился бургер. Существует множество теорий, основная из них про иммигрантов из города Гамбург, которые приехали в США и назвали свой странный бутерброд по названию города. Первая бургерная открылась в 1921 году в Канзасе, но индустрия начала развиваться только в 40-х годах, когда на рынок вошел всем известный нам гигант Макдональдс. В России бургеры появились в 1990 году. Спустя 25 лет они стали неотъемлемой частью меню всех заведений, вне зависимости от их концепции. Пик открытия бургерных пришелся на 16-й год, когда в Москве открывалось по несколько заведений за месяц. И было невозможно не только обойти их все, но и даже запомнить название. Новый авторский бургер Дмитрий делает из сочной куриной котлеты, грибов шиитаки, лука фри, салата айсберг и соуса том-ям. Сейчас представлено множество вариантов фастфуда. Шеф-повара добавляют в рецепты морепродукты, фрукты и даже сладости. При кажущейся простоте бургеры – это огромное поле для творчества и креатива, что мы и наблюдаем последние годы в авторских бургерах. Правило только одно – это свежие и качественные продукты, а дальше уже творчество. Более трех лет закусочный фуд-стрит радует саровчан качественной едой и обслуживанием. В меню 17 бургеров на любой вкус – из курицы, говядины и свинины. Каждый найдет здесь что-то свое. Бургеры, пиццу и роллы, картофель фри и даже осетинские пироги доставят прямо домой. Этот авторский бургер в азианском стиле том-ям я придумал специально ко дню бургера. Попробовать вы его сможете в фуд-стрит 27 и 28 июля. Сеть бургерных ждет вас по адресам проспект Ленина, 60 и Московская, 3. Заказать еду можно по телефону 3-58-58. Дарья Козина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин